По мнению психологов, собирание пазлов развивает образное и логическое мышление, учит воспринимать связь между частью и целым, ну и развивает мелкую моторику, конечно же, куда же без нее. Практически все собирали пазлы в детстве, но далеко не у всех это детское развлечение стало увлечением на всю жизнь. В Екатеринбурге пазломаны устроили сегодня соревнования по скоростной сборке и представили настоящие шедевры своего головоломочного жанра. В том, что терпение и труд все соберут, убедилась Дарья Манохина. Сначала, конечно, Адама, его голову, затем его тело. Это похоже на мистику, но рождение Адама он ждал ровно 9 месяцев. Первого на земле человека Александр сначала по кусочкам собирал на столе, а потом фрагментами клеил на потолок. Теперь фреска Микеланджело у него над головой, а пазломан перебирает в руках фрагменты шедевра уже другого итальянского живописца. Свой первый пазл психолог Александр купил 4 года назад в подарок любимой. Тысячу фрагментов тогда вспоминает, еле сошлись, а он больше не смог остановиться. Сейчас собирает картины из десятков тысяч кусочков и хорошо усвоил. Сложным рисунок делает не основной сюжет, а фон. Как правило, он почти однотонный. Сначала отсортировать рамочку краешки, затем отсортировать их по цвету. Желтую в одну сторону, зеленую в другую сторону. Краешки определены рамочками, и вокруг этой рамочки вся эта картина собирается. Первая картина незнакомка, а вторая, собственно, репродукция всадницы. Это не экспонаты Третьяковской галереи. Анна ведет экскурсию по выставке пазл-произведений, первой на Урале. Среди поклонников головоломки она вызвала настоящий ажиотаж. На показ творения выставили сборщики со всей области. В каждой работе, говорят пазломаны, обязательно есть кусочек души автора. Без этого пазла мозаику никак не собрать. В случае с картиной всадницы, мне ее подарили на день рождения. Я ее не смогла собрать, я отказалась от нее. Потому что, ну, во-первых, мне не нравился сюжет. То есть, когда ты собираешь картинку, которая тебе как-то близка по духу, ты хочешь ее собрать, ты хочешь довести это до конца. Головоломка пазлы родилась в Англии в середине 18 века. Ее придумал торговец с географическими картами Джон Спилбери. Разрезая цельные карты на отдельные детали, он старался в первую очередь для школьников, чтобы география стала им интересней. Ведь куда занимательнее на уроках не просто изучать изображение Земли, а собирать его по кусочкам. Сегодня пазлы, пожалуй, самая популярная головоломка. Во всем мире, в том числе и в России, ежегодно проходят чемпионаты по скоростной сборке. Одинаковые по сложности пазлы команды должны собрать как можно быстрее. Что за глаза? Вот куда их? Мне кажется, вот эти листыщи где-то. У студента Леши за спиной сложнейшие пейзажи и автомобили. Но их он собирал дома, не торопясь. Условия конкурса, работать на время, да еще коллективно, сложились явно не в его пользу. Да все что-то никуда не запихиваются туда, куда надо. Все, все. 260 фрагментов Тамара и ее команда собрали за 30 минут. Абсолютный рекорд соревнований. Девушка своей победе не удивилась. Она уже 15 лет набивает руку. И уверена, вполне заслужила звание лучшего сборщика уральской столицы. Дарья Манухина, Иван Мякишев. Новости 41 канала.